Местные бюджеты Местные бюджеты Поступление этих доходных источников в местные бюджеты будет возрастать. Но, к сожалению, есть определенные проблемы, и об этих проблемах сегодня хотелось поговорить. Сегодня, к сожалению, законодательство не обязывает граждан в обязательном порядке регистрировать свое имущество. Как земельные участки, так и жилые дома, построенные дачи, гаражи, другие объекты. Сегодня отсутствует обязательность регистрации имущества граждан. В связи с чем многие граждане, как, наверное, и в целом Российской Федерации, так и в Вологодской области, сегодня, проживая в своих помещениях, домах, десятками лет не регистрируют свое право на данное имущество. Гражданин, построивший жилой дом, практически после его постройки проживает в доме 3, а может быть даже и более лет, и не регистрирует этот жилой дом. Нет ввода данного жилого дома в эксплуатацию, и, соответственно, с данного объекта не уплачиваются налоги. Поэтому, конечно, сегодня, изучив практику по Вологодской области и посчитав, какое количество объектов не облагается налогом, мы пришли к выводу, что сегодня есть определенный резерв увеличения доходной части бюджета, именно местного бюджета, если мы будем совместно с органами местного управления работать по регистрации имущества граждан. Сегодня, по нашим оценкам, около 45 тысяч земельных участков не зарегистрировано. Практически 28 тысяч жилых домов, дач, гаражей и других построек тоже гражданами не зарегистрировано. Если бы граждане зарегистрировали все эти объекты, то, соответственно, местные бюджеты смогли бы увеличить доходную базу практически на сумму еще более 60 миллионов рублей. Это очень серьезный объем, и вот над этим необходимо нам работать. Конечно, совместно с органами местного управления и ранее проводилась работа по регистрации объектов населения, совместно со службой Росреестра органы местного управления выезжали в муниципальное образование, предлагали гражданам регистрировать свои объекты. Но вот на сегодняшний день такая практика Росреестра не применяется. Поэтому мы изменили подходы в этом направлении. Совместно с Росреестром мы подготовили информационные письма и направили их в муниципальное образование. Это своего рода рекомендации, как работать органами местного управления по регистрации имущества. Конечно, большой блок в этих рекомендациях уделен вопросам разъяснительной работы с гражданами, как необходимо регистрировать объекты недвижимости. И большая информация размещается сегодня и на сайтах, и департаментах финансов, на сайтах органов местного управления. Большая информация в средствах массы, информация в районных газетах. Есть специальные уголки, где в органах местного управления размещена информация о памятке по регистрации населения своего имущества. Но это, конечно, не все. И мы считаем, что помимо разъяснительной работы необходимы еще дополнительные меры, которые бы побуждали население к регистрации своих объектов недвижимости. Поэтому, прежде всего, мы пропагандируем упрощенный способ регистрации объектов. Это метод необходим для людей, проживающих именно в сельских населенных пунктах наших муниципальных образований. Поэтому здесь мы рекламируем и в наших рекомендациях расписано, что население Вологодской области, проживающие именно на селе, по упрощенному методу регистрации объектов недвижимости. Может подготовить свои заявления о регистрации объекта недвижимости, приложить необходимые документы для регистрации, сдать пакет документов органам местного управления в администрацию. И администрация уже за гражданина подготовленный пакет документов зарегистрирует. И уже потом только гражданин может обратиться снова в администрацию органа местного самоправления, получить пакет документов уже с зарегистрированного объекта. Но это тоже не все, не исчерпывающий перечень. Мы предлагаем органам местного самоправления рассмотреть еще дополнительные направления, побуждающие население области к регистрации своих объектов. Сегодня мы выявили, что еще одной причиной, почему население не регистрирует объекты, является высокая стоимость кадастровых работ. Сегодня на различные объекты, земельные участки, жилые постройки стоимость кадастровой работы составляет от 4 до 6 тысяч рублей. И поэтому, конечно, сегодня населению эта сумма затратна, и, конечно, по этой причине население не регистрирует свои объекты. Поэтому мы предложили органам местного самоправления рассмотреть вопросы об установлении налоговых льгот, налоговых вычетов на суммы затрат гражданина по кадастровому оценке его недвижимости. Сегодня это право органов местного самоправления, поскольку налоги эти, и земельный налог, и налог на имущество являются местными налогами, соответственно, и ставки налогов, соответственно, и льготы, и вычеты могут установить органы местного самоправления. Поэтому, по нашей оценке, было бы очень эффективно, если бы администрация муниципального образования, органы местного самоправления установили соответствующий налоговый вычет на сумму, понесенную гражданином на кадастровые работы. Этот вычет позволил бы привлечь население к проведению данных работ, и, соответственно, предоставление налоговой льготы в течение двух-трех лет принесло бы гражданину компенсации понесенных затрат, а потом, соответственно, уже уплата налога. А органы местного самоправления впоследствии будут получать дополнительные доходные источники. По-моему, это оправданный элемент, эффективный элемент. Он носит самая главная цель и регистрацию имущества, и в конечном итоге увеличение дохода бюджета. Поэтому такие рекомендации направлены органам местного самоправления. Я думаю, что многие муниципальные образования поддержат такие начинания, и, учитывая заинтересованность в укреплении доходов местных бюджетов, пойдут и будут работать по нашим рекомендациям.